В Европе есть школы боевых искусств, свои родные, венгерские боевые искусства с кнутом, они до 17 века, до 18 века, по-моему, в 18 веке даже применялись на войне против австрийцев, у них было восстание, есть картины даже, где венгер кнутом за шею сбивает этого офицера, конного австрийца. То есть есть европейские боевые искусства в Европе, школы различные, с мечом и так далее, с ножом, только они уступили. Чему они уступили? Они уступили этой рекламе боевых искусств Востока. То есть Восток что вместе продал с этими двигательными действиями, с техникой? Он продал антураж, он продал дух, он о философии заговорил. То, что было, в принципе, запрещено, потому что есть же официальная религия. Поэтому европейские боевые искусства, есть даже Европейская Федерация Европейских Боевых Искусств, и там много и разных, и ирландские, и итальянские. Как вот Данила Росчи с ножами приезжал в Москву, семинары проводит по ножу. Он же там по деревням ездил, у дедушек итальянских собирал. Он сюда проводит, в Москву, а я езжу в Италию. Мы там мимо друг друга проходим. Я считаю, что европейцы вдохновились вот этим восточным, вот этой мистикой и всем остальным направлением философии. Поэтому это нам всем понравилось. Поэтому, имея даже свои исторические, пусть где-то там потерявшиеся, но имея боевые искусства, с какими-то плохими-неплохими двигательными действиями, допустим, французский сават, что мы как бы забываем, это тоже школа хорошая, или французское фехтование. Если взять даже те же самые филиппинские боевые искусства, но основную техническую базу где они взяли? От испанцев, от испанцев. А остальное все просто чуть-чуть накрутили, там и все. А испанская школа не такая самая лучшая была, если по фехтованию. Там слишком много обоюдных взаимных атак, взаимных убийств было, обоюдного поражения. Но вот по философскому она уступила. И уступает русскому, в том числе потому, что у нас есть какое-то свое наполнение духовное в русском боевом искусстве, и импровизации уступает. То есть они давно-давно перестали импровизировать. Импровизируют только отдельные личности. Вот это тоже отличие очень существенное. В том числе от спортивных направлений, потому что там как бы есть предписания. Там жесткие рамки, тем более там рано начали все это записывать, разные формы. И там очень много всего записано. То есть есть немецкие, я знаю целые, видел целый фильм по немецким боевым искусствам. Где в старой немецкой одежде, вот там крестьянской или городской старой, два немца показывают то, что на гравюрах они показали. И там есть где-то смысл, где-то очень вычурные вещи. Для того, чтобы импровизировать, надо иметь время и место для этой двигательной импровизации. Вот зачем нужны праздничные рукопашные состязания. Здесь время. Если это в культуре существует, если это в быту есть, если это не отдельное движение, раз в год ты кого-то на улице пнул, а если это регламент, в культуре предписано, раз в несколько месяцев, кулачные бои или борьба, все. То ты получаешь богатый двигательный опыт, двигательных действий с другим человеком, взаимодействия. А если ты его сразу не будешь бить, больно делать ему, кровь выдавливать из носа и так далее, он тебе позволит с ним потренироваться. Может быть и тебя стукнет, но как-то вот. Вот для чего нужны праздничные рукопашные состязания. Игровые, в том числе и игры разные, не только сам рукопашные состязания, но и простые такие игры, как шапки.